Как минимум еще одна пара, ну и давайте посмотрим за очередным международным противостоянием. Боитесь Казахстана, противостоять бойцу местным. Небольшая пауза, ждут, когда разрешают бойцу зайти в октагон. В синем углу. Боец весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 169 сантиметров. Кандидат в мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Победитель Красноярского чемпионата по джиу-джитсу. Призер Красноярского края. Уроженец Оржской области Харасу. Район Башблак. Команда Спарта Башблак. Тренер Эрмек Плаф Абдрахман. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Встречаем Норматов Джоба. Его соперник. Весовая категория 66 килограмм. Рост 180 сантиметров. Кандидат в мастер спорта по боевому самбо. Уроженец Казахстана Атырау. Команда Алматы Джаш Куч. Тренер Кубатов Музафор. Встречаем Жоломанов. Расул. Бойцы в середину. Вот. Расул Жоломанов. Боец из Казахстана против Джумарта Норматова. Который имеет в своей карьере большие достижения. Армейские служили в Красноярске. Судя по всему. И совсем недавно вступил в колью профессионального бойца ММА. Очень эффектный, как мы видим. Артистичный парень. И наверняка в этом стиле действовал и на протяжении своей армейской карьеры. КМС по рукопашному бою. Представитель команды Спарта. Норматов Джумарта. И чисто визуально Дюмарта имеет, скажем, чуть более сбитое тело за счет меньшего роста. Конечно же, он сегодня будет при поддержке родных трибун. Тем интереснее будет понаблюдать за Расулом Джоломановым, который сейчас пошел в атаку. Его боец из-за травы, из-за западного Казахстана. Представитель команды Джашкуч Алматы. Ну и сразу же в партере оба бойца повязали друг друга. Трудно даже представить, кто находится в лучшей позиции. Несмотря на то, что Джумарта находится ниже, но он все-таки держит оппонента за руку. Хотя мы видим, что Расул за счет своих активностей мог получить лучшую позицию. Джоломанов настроен очень по-боевому. Парень в синих трусах. Ну а мы видим, что Норматов Джумар все еще приплясывает в октагонии. Ему бы в фильмах сниматься, я думаю, очень колоритно выглядело. Действительно похож на бойца восточных единоборств. Наверняка задумывается об этом по окончании непосредственно спортивной карьеры. Но пока у него все хорошо. Провел на профессиональной цене первый поединок. И его сразу же выиграл. Вертушка от Расула. Не точно. На любой выпад Норматова Джумарта Расул пытается ответить. И пока все мимо. Оба бойца выжидают хороших эпизодов для атаки. Вот здесь неплохой лоу-кик прошел. Сразу ответочка. Пошел замес. Удар с колена. Роняет на стил Норматова Джумарта. Желоманов. Неплохо попал по лицу. И пытается нахрапом взять. Но в этом эпизоде похоже ошибся. И сейчас Джумарт Норматов захватил. Неплохой переворот. Насел сверху. И в такой позиции Джумарт даже может закончить бой. Если получит с этого все дивиденды. Норматов в атаке. Но мы видим как же хорош Расул. Перевернулся. Извернулся. Вывернулся. Вывернулся. Видно, что оба бойца довольно характерны. И сдаваться так просто не собираешься. В итоге рефери принимает решение развести бойцов по углам. Первый раунд практически подходит к своему завершению. Еще полминуты. И Сладемат включает провокатора. Пытается вызвать рассыланные эмоции. Провоцировал его. Ну и так пошли у нас игры взгляделки. Где бойца друг к другу в глаза. И вот в последнюю секунду попытка была ударить. Да, но вот этот... Кажется, возмущался здесь Расул Жоломана. В том смысле, что Джумарк не должен был упинать как в футболе, знаете, лежачего бойца. Но ничего, ничего, все закончилось как закончилось. Впереди нас ждет второй раунд. Это восьмое противостояние сегодняшнего вечера. Давайте еще раз напомню всех тех, кто сегодня участвовал. Первый бой Рахманов-Мухтубек против Хазубекова-Денишпека. Победа удушающим за Хазубекова. Второй бой Айбекулу-Баиш против Романбаева-Мухаммад Алихана. Романбаев также победил досрочно. Затем был бой двух бойцов Мзорской области. Чапкурулу-Пошой против Беспеки-Луну-Султана. И, наверное, это был пока что самый зрелищный бой. Пошой завершил. Тот бой также удушающим. Хотя поспорить за бой самый зрелищный. Здесь может быть Бахтубекулу-Белек, который отправил в нокаут своего оппонента на 30-й секунду. Утаром ногой в голову. Ну и, собственно, еще два противостояния. Узбекский спортсмен Миланджон Арзимурад проиграл Мамачалилу-Ирлану. Затем Исламулу-Эляман игрался с Шипатаем-Ахтубеком. Пока тот бой завершился также победой Артелека досрочно. По-моему, еще не одно противостояние найдилось у нас до вердикта Суги. И будет интересно узнать, как закончится этот бой. Вот здесь в атаке Расул Заламанов. Два удара. Да, очень неплохо казахский боец. Это стоит признать. Но Джо Март пока выжидает. Выжидает и пытается выстроить какую-то планомерную атаку. Еще один лоу-пик. Ну и уже поняли, мне кажется, оппоненты друг друга разгадали. Все-таки разведка весь первый раунд проходила. Здесь красочно выйти в атаку от Норматова Джо Марта. Видно, парень с задатками большого шоумена. Хороший выпад от казахского бойца. Пропускает выпад Расула Джо Март. Ну, второй раунд, скажем прямо, даже скучнее, чем первый. И нет никакой атаки. А вот здесь уронил. Уронил на стилу оппонента. Была попытка напрыгнуть сверху. Не удалось. Все-таки Расул раз за разом достает Джо Марта за счет того, что повыше он. Соответственно, у него руки-ноги подлиннее. И несмотря на то, что эти удары не самые болезненные, то, не менее, они все идут в зачет Сугейски. И если вдруг это противостояние затянется, то как раз эти очки могут пригодиться при вынесении окончательно ворди. Обменялись ударами по ногам. Неплохой выпад. И здесь встречка, и она не получилась. Вот она, пошла жара. Неужели включились, ребята? Ну, дальше все переходит в партер. Драться еще минуты-двадцать секунд в этом раунде. И судья принимает решение развести, да, в тупиковой ситуации. Люди хотят зрелища. И, честно говоря, оба бойца кто-то слишком осторожны. Бой не затекал чемпиона мира. И, наверное, стоило бы быть чуточку активнее. Тем более, что видно, видно, подготовка у бойцов серьезнейшая. И не впервые им приходится выступать в подобной ситуации. Тумар Татканин работает сейчас вторым номером. Но, возможно, это такая тактика. Хороший выход от Желоманова. Боковой прошел. Кажется, подустал. Подустал Нурматов-Дюмарт. И вот этот сигнал ему очень даже на пользу. Успевает даже немножечко поговорить с трибунами. И поднял вверху хоть-то. Ребята, у меня все под контролем. Но будем надеяться. Сейчас выходят его секунданты. Объяснить, как нужно действовать в третьем раунде. Собственно, впервые за этот вечер мы с вами наблюдаем на противостоянии, которое затянулось аж до третьего раунда. Чего еще не было. Ну, что случается впервые. Возможно, возможно. Даже мы увидим себе истин вердикт. Если ребята продолжат действовать в том же ключе, то все к этому и идет. Если как-то объективно резюмировать первые два раунда, то все-таки они за Расулом Жаломановым, представителем Атарау. Он от них здесь. Школы Дашкут. Все-таки Адюмарт Нурматов очень красиво ведет себя в октагоне. Но эффективности в этих действиях нет абсолютно. Нужно ему значительно прибавить в третьем раунде, чтобы выиграть досрочно, но или хотя бы перевести симпатии судей в свой актив. Пошел третий раунд. Подготовятся следующие пары. Целая серия атак от Расула Жаломанова приводит его к этой ситуации сейчас, находясь над своим оппонентом. Пытался, пытался его избить. Пытался его избить. Ну и, собственно, к тем двум раундам прибавляется еще и начало третьего раунда, которым он явно не лидирует. Давай, Адюмарт, давай. Конечно, трибуны неистово поддерживают. И хочется в очередной раз, чтобы боец местный победил в этом бою. Победил в этом бою, что публика в Бакжаре, конечно же, поддерживает своего. И порадовать их бойцы обязаны. Ну вот, наверное, первый бой, в котором, на сути, фургийский спортсмен выглядит не так хорошо. Сумел выйти с этого угла. И мы видим, что Расула Жаломанов тратит очень мало сил и энергии на перемещение. В свою очередь думают как-то все время в припрыске вот эти лишние действия руками. Попытка спровоцировать. Да, это такой стиль, но если он подкреплен дальнейшими хорошими атакующими действиями, вот, например, как у Жаломанова прямо сейчас, целая серия в очередной раз. Но справедливости ради стоит отметить, что Джо Март на характере буквально держится, выдерживает это все и ждет своего шанса. Возможно, он будет. Это все-таки ММА, друзья, и здесь бывает всякое. Бывает, что ты можешь проигрывать три раунда, остается последний там 30 секунд, и ты ловишь соперника на болезон. Ну или просто отправляешь его в Макао. Такое случается. И не раз мы это наблюдали, в том числе на турнирах Вольжуэта Эд Вольт Эртаймаш Федерейшн. Прямым ударом сейчас оппонента к краю предверждает Расул. Чуть больше минуты до конца третьего раунда. А вот здесь неплохо, но сразу же получает очередную серию. Раджеломанова последние 40 секунд. Нужно что-то предпринять нашему бойцу, чтобы выиграть. Все, пишется судейским вердиктом, и, мне кажется, он будет не на стороне Арматова. По такой ситуации. Последнюю атаку пошел, и, похоже, ошибся, здесь может случиться переворот. Давайте посмотрим. Три, две, одна, и, похоже, все, друзья, похоже, все. Но не останавливаю. А, вот только-только звучит сигнал о том, что остается 10 секунд. Неплохой позиции находится Жумар Норматов. Все, бой закончен. Слышим Эратам Исаева. Ну и вот концовочка довольно резвая. Будет интересно понаблюдать, что решает Рейфинг. Мастер спорта Ушу Санда. Санбо. Чемпион Евразии по манкратиону. Аманкулов Рашид под ваши бурные аплодисменты встречает. На награждение вызывает многократный чемпион Рашид Аманкулов. Ну и сейчас должны вызвать бойцов. А мы ждем решение бокалов судей. Намекают нам операторы на то, что Расул Жаламанов смотрелся чуть-чуть по весомей в октагоне. Но вот в конце Жумар Арматов пошел в неплохую атаку, из которой мог бы издать шлик эту. Бойцы в середину. Об этом в бою. Сэщи.